Афганистан – страна, перенесшая за время своего существования невероятные лишения. Многие люди, жившие в советское время, до сих пор не избавились от воспоминаний об ужасах, пережитых во время советско-афганской войны. За 10 лет войны Советский Союз так и не смог покорить Афганистан и потерял там не только тысячи русских солдат, но и разрушил Советский Союз. После СССР на те же грабли наступили Соединенные Штаты Америки, которые воевали в Афганистане аж 20 лет, но и они ушли ни с чем. Эти кадры 2021 года облетели весь мир, как американская армия спешно покидает Афганистан, а люди хватаются за тропы американского самолета, чтобы покинуть страну, и умирают прямо на аэродроме, падая с самолета на землю. Афганистан – это страна, которая не имеет выхода к морю. Она со всех сторон окружена соседями. На западе государство граничит с Ираном, на севере – с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. На северо-востоке есть небольшая граница с Китаем, а юго-восточная часть государства граничит с Пакистаном. Именно из-за этого Афганистан был ареной борьбы двух империй – российской и британской. Афганистан был для Англии щитом, закрывавшим ее индийские владения от России, а Россия имела воинственного соседа на слабо защищенных южных рубежах. Российская империя боялась, что Афганистан станет для англичан воротами в Среднюю Азию, контролируя которую, британская империя держала бы под ударом протяженные и слабо охраняемые коммуникации между Центральной Россией, Сибирью и Дальним Востоком. А Великобритания точно так же боялась, что Афганистан станет мостом для русских войск в Индию. Тем более после того, как Российская империя начала захватывать Среднюю Азию и захватила весь Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, англичанам это нафиг не нужно было, они понимали, что такими темпами русские скоро проникнут и в Афганистан, а затем захотят захватить еще и Индию, ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. Основную массу населения в Афганистане составляют пуштуны, их 14 миллионов человек. Пуштуны считаются восточно-иранским народом, некоторые исследователи считают их предками евреев, другие же относят к потомкам коренных племен. Сейчас власть в стране принадлежит Талибану. Это движение зародилось в Афганистане в 90-х годах прошлого века. Это сторонники радикального ислама, которые получали финансирование от Саудовской Аравии. Многие лидеры Талибана воевали против советской армии. Когда после ее ухода в стране началась гражданская война, Талибан быстро стал популярен, поскольку обещал самое главное – мир и жизнь по законам шариата. Во время советско-афганской войны, которая длилась с 1979 по 1989 год, афганские маджахеты сражались против советских войск. В конечном итоге, после вывода советских войск возникло движение Талибан. В 2001 году, в ответ на нападения и теракты в Америке, США и их союзники начали операцию «Несокрушимая свобода» – военную кампанию, направленную на свержение Талибана и лишение Аль-Каиды возможности использовать Афганистан в качестве базы для террористических операций. Кстати, гигантские статуи Будды были высечены в горах Афганистана еще в VI веке н.э. В 2001 году их уничтожили Талибы, сказав, что статуи были языческими, и поклонение им нарушает нормы ислама. ЮНЕСКО и многие государства мира выразили протест из-за произошедшего, но статуи так и не были восстановлены. Сразу после захвата власти в Афганистане Талибы приехали на переговоры в Россию. Появление в Москве представителей одной из самых одиозных террористических организаций последних десятилетий вызвало заметную информационную бурю. Издания всего мира задавались вопросом, почему Россия, один из самых последовательных борцов с религиозными экстремистами и радикалами, не арестовывает прямо в аэропорту их. На переговорах с представителями российского МИДа обсуждала ситуация в Афганистане и перспектива запуска межафганских переговоров. Кстати, Новый год афганцы отмечают 21 марта, а не 1 января. Афганский Новый год отмечается весенний месяц Хамаль по солнечному астрологическому календарю, приходящийся на день весеннего равноденствия. Это традиционный праздник провода старого и встречи Нового года среди народов Азии получил название Навруз. Расплатиться кредитной картой в Афганистане невозможно, практически нигде. Там входут только наличные. Но правда доллары и евро принимаются с большим удовольствием, так же как и местную валюту, которая, кстати, называется Афгани. Из 100 взрослых афганцев читать и писать могут только 27 человек. Причем, скорее всего, это будут мужчины, так как женское образование крайне неразвито, даже не приветствуется. Грамотой владеют лишь 12% взрослых женщин. А недавно власти Афганистана вообще запретили всем девушкам учиться и получать высшее образование. Национальный танец афганцев «Аттан» исполняет его, как правило, мужчины. Это круговой танец, в котором участвуют от двух до нескольких сотен человек. Кружение подгулки и барабаны и флейты продолжается в среднем от 5 до 30 минут, но может затянуться и на 5 часов. Афганцы очень почитают поэзию. Стихотворные состязания являются одним из главных развлечений страны, несмотря на практически тотальную безграмотность. Они отмечают поэтическую ночь по четвергам. Люди всех возрастов собираются там, чтобы поделиться современными и древними стихотворными стихами и побаловаться вкусной едой вместе со сладким чаем. В исламском Афганистане находится только одна свинья. Единственное животное во всей стране держит в Кабульском зоопарке. Эта страна славится производством ковров и на протяжении столетий занимает видное место в этой отрасли. На классических афганских коврах изображаются принты, вдохновленные разнообразием и культурой конкретного региона. В каждой части государства делают свои уникальные ковры с уникальными рисунками. В недрах Афганистана таятся огромные запасы газа и нефти, которые до сих пор практически не разрабатывались из-за постоянной войны. Но пока весь мир не признавал власть талибов, планы по бескровному захвату Афганистана начал строить Китай. И еще в 2021 году министр иностранных дел Китая приветствовал представителей Талибана для консультации в Пекине, в итоге заключив многомиллионный контракт на добычу афганской нефти сроком аж на 25 лет. Как раз, наверное, к этому моменту все и выкачили. По оценке западных наблюдателей, заключив контракт на разработку месторождения нефти, Пекин рассчитывает и на победу в тендере на добычу газа. Кроме того, с Кабулом уже ведутся переговоры по месторождениям меди и лития стоимостью 3 триллиона долларов. Вероятно, на очереди и разработки редкоземельных металлов кобальт, боксид, ртуть, уран и хром. И мало того, Китай еще и начал строить железные дороги в Афганистане в кредит. Короче, самым мудрым оказался Китай, который не стал вторгаться в страну с боевыми самолетами, ракетами, а просто решил тихо и мирно выкачать все ресурсы. За долгие годы своего существования в Афганистане были разные войны, но сколько бы ни пытались великие державы, ни одной из них так и не удалось захватить и покорить афганский народ. Может это из-за исламистской идеологии талибов, которые как викинги желают смерти, чтобы попасть сразу в рай, а мы жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, и терпят все лишения военного времени. Победить таких людей полностью действительно невозможно. Друзья, если вам понравился этот обзор, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на этом канале. Всем большое спасибо за просмотр, всем всего хорошего и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok